Место выбрано не случайно. Этот мемориальный комплекс у южного входа в парк Ривьера возведен в память о героическом подвиге сочинских медиков и просто горожан, которые спасали жизни раненых бойцов. В военные годы всенародный курорт был превращен в город-госпиталь. Так, самый мирный город внес огромный вклад в помощь фронту. За военные годы в Сочи прошли лечение и реабилитацию почти 336 тысяч бойцов, которые после выписки вернулись в строй. Идея памятной стелы «Подвиг во имя жизни» пришла к главному врачу Советского Союза. Строить ее начали в 1974-м, а открыли ровно 24 года назад, 8 мая 1995-го. Вклад медработников, да и просто жителей курорта в победу получил высокую оценку. В 80-м году город Сочи был награжден орденом Отечественной войны первой степени. Этот подвиг не забыт и сегодня. Я считаю, что именно на долю медиков выпала самая большая, как сказать, ноша. У них была большая ответственность вылечить, главное, всех солдатов, чтобы они снова смогли встать в строй. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы тоже быть такими же храбрыми, какими они были в годы войны, и также с честью носить белый халат. Участие в акции памяти «Подвиг во имя жизни» сегодня приняли и медработники, и руководство Сочи, и те, кто не понаслышке знает о войне – ветераны. С каждым годом их все меньше, в том числе и на таких мероприятиях. Но тех, кто в строю в лицо, знает каждый школьник. Уроки мужества сегодня – это их основная задача, и герои снова на передовой. Ни в коем случае не хватит говорить о войне. О великом подвиге советского народа должен знать каждый ребенок. Он должен гордиться подвигом своего прапрадеда, он должен гордиться подвигом своего народа. Отмечать праздники победы, проводить военно-патриотические акции – это нужно не ветеранам уже, это нужно сегодня вот этим ребятам, чтобы они знали, гордились и себя готовили к великим подвигам. После возложения цветов к стеле всех пригласили в парк Ривьера на праздничную программу и полевую кухню. Солдатской каши здесь приготовили целую тонну, чтобы хватило всем. Ведь у многих День Победы ассоциируется не только с парадами и концертами, но и с главным блюдом войны – солдатской кашей. Это военная тайна. Это очень секретный рецепт, который уже на протяжении не одного десятилетия используется. В рядах еще и Красной армии, Советской армии, ну и сейчас Российской армии. Может быть, чуть-чуть меньше мяса было во время Великой Отечественной войны, а так все то же самое. Таисия Ивановна – врач-терапевт с 55-летним стажем. В годы войны была ребенком, но тогда ей не довелось узнать вкус солдатской каши. У нас даже во время оккупации не было каши, никаких. Так мы бедно жили. Мы были и скол забросили, все забросили. А потом встал госпиталь и приходили раненые вернуть строй людей, солдат. Это самая основная задача была. И на первом месте это была задача. И мы это успешно делали. За каждый наш счастливый час, за то, что дали жизнь мечтам, спасибо вам, спасибо вам. В знак благодарности и вознаменование победы сегодня же от памятника «Подвиг во имя жизни» стартовала спортивная эстафета, участие в которой приняли полтысячи сочинцев. Я считаю, что это меньшее, что мы можем сделать для людей, которые заслужили победу. И благодаря них мы сейчас стоим здесь. Мы пришли сюда представить свою школу и воздать честь людям, которые участвовали в войне. Мы можем почистить их память тем, что мы здесь присутствуем, то, что мы о них помним. Чтобы с детьми время провести, чтобы их приобщать к этим массовым мероприятиям. Честь Дня Победы. Память, конечно, в честь наших победителей. Это дань памяти ветеранам, которых осталось не так много на этом свете. Важно помнить о том, с чего все начиналось и как наши прадеды воевали и отвоевывали территорию для того, чтобы мы жили, чтобы у нас было мирное небо над головой. В основном участниками забега, который финишировал на площади флага, стали школьники и воспитанники спортшкол. Но более сотни участников – это сочинцы, которые просто услышали о забеге и пришли. Такое количество – уже рекорд. В прошлые годы желающих было намного меньше. К тому же на этот раз бежали даже малыши. Особенный день посвященный победе, поэтому и приучаем ребенка уже к традициям нашей России. Здесь никто не соревновался и не ждал наград. Но все же на финише участников забега поощрили еще одним концертом с песнями военных лет. Субтитры создавал DimaTorzok